Всем здравствуйте. Это начало нового влога. Сегодня у нас в Амстердаме вот что происходит. Сегодня снежок пошел. Надо будет зонтик нам купить. Смотрится все очень клево. Такая сказочная местность. Мы сейчас приехали завтракать с Валерой в очень знаменитом месте. Это ты сегодня с утра нашла и сказала, что она знаменитая. Я не знаю. Ну да, потому что она очень давно открыта уже. Здесь, короче, панкейки. Сейчас как обычно места не будет. Голландские панкейки. Все, пойдем. Кажется, здесь тоже надо ждать слишком знаменитое место. Это кафешка, аж, 73-го года. Интерьер такой более барный даже, чем даже не похоже, что есть вообще панкейки должны быть по интерьеру. Не прошло и полчаса, нам принесли только напитки. Обслуживание очень долго. Народу очень много. Там стоят двери, аж, скажи, что мы заказали за напитки. У нас чай кока-као. И шоколад горячий. Да. Ждем свои панкейки. И так, у меня такая веганская, хотел сказать, пицца. На самом деле это панкейк, ребята. Смотрите. Обалдеть. А у Алиры... Слушай, а вот это что за шарики? Это мороженое? Да, это мороженое. Что-то сейчас здесь, яблоки, корица, да? Пик. Да, и что-то тут, походу, полит какими-то сиропами. Ну все, будем, значит, кушать. Всем, кто тоже сейчас кушает, желаем приятного аппетитика. Итак, мы сейчас будем оценивать заведение. Наташ, что хочешь поставить? Да нормально здесь, в принципе. Ну не десятка, может девяточка, там долго очень походили. Так это не это, это еда. Это сервис уже. А, еда, 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 хорошо. А сервис, но... Восьмерочка. Хватит. Зашли мы еще на второй этаж, но тут никого нет, видимо из-за того, что холодно. Тоже ничего еще не такой зал. И Наташа хочет стырить открытки. Да в смысле стырить? Здесь они просто есть. Как рекламные такие. Смотри, только не упади. Лестница вообще дикая. Не хочу расширить свой лапченский. Если ты не пробиваешь мне division, 그러면 será то. Да. Вы немножко все теплой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пришлось купить супер качественный зонт, который даже одну голову еле закрывает Немножко поменьше он, снижает падение Наташа тут фотосессия заснеженных цветов проходит Да Миш, мерзнут тут стоять Вон цветочек, смотри Блин Как так? Как так? Не знаю, завтра, наверное, замерзнет Вот еще тут Что-то какие-то интересные штуки Наташа узрела Ого Ракушки всякие Да, это оказался цветочный магаз Из ракушечек Винки из ракушек И пахнет так прям Ого, смотри, сколько там цветов Очень красиво Пойдем Как ты с ним будешь собрать домой? Никакими Дарушечка Поведай вообще, в каком месте мы сейчас были На влог это не заснято Мы, да, во влог это не снимали Потому что там сразу будет и 18+, и 3 страйка и все Мы были в музее любви Если вы поняли Это вообще большой, как казалось, музей Мы там понасмотрелись такого Что у меня аж в глазах потемнело Вот, да, естественно, да Мы на влог не снимали Я сделала несколько фотографий И я скину, наверное, два видосика в свой телеграм-канал И это не факт Не факт, да, но постараюсь Поэтому, если хотите, переходите туда и увидите, что там О, здесь такая улучшка тоже прикольно заснеженная О, Гуля, ты что, пошопиться решил, Гуля? Все В общем-то, мы сходили в еще один музей Который тоже мы не снимали Да Ну, так расскажи, что это музей Что ты меня снимаешь? Музей? Да мне неудобно нести, потому что у меня руки, блин, не такие длинные Короче, это музей травушки был Кто еще потише бы сказал Музей марихуаны О, как О, как И поэтому мы не станем еще снимать И вообще, на самом деле, там она водана с такой стороны Что думаешь, вау, почему у нас это не легализовано до сих пор? Ну, на самом деле Потому что ей лечатся и подтираются Там припес, что только нет Да, и шмотки, и тачки И вообще Все из-за нее делают Там рассказано не только про Весь мир вокруг нее вертится Там про нее, да, рассказано не только, типа, про наркотик Там очно-то все Так что Такие дела Ну, интересно, кстати, было Там был гайд На русском, да На русском, да Так что мы теперь все знаем Всю правду Зашли в какой-то очень интересный магаз, где нельзя снимать Так что мы тайком, тайком сейчас вот так вот По фишечке Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ребята Короче, здесь Тут очень круто, на самом деле Прям столько всего Воу То есть, прям такая призрачная даже, надо Да И там еще год и примеряют костюмы в том углу Тебе надо определенно что-то урвать из магаза Смотрите, какой красивый Тут что, вон есть всякие в яйцах, смотри, из яйца булка яйца. В листочке спит, как будто девочка такая. Надо что-то взять отсюда. Это, кстати, эльф, девочка эльф, у него в штыке. Слышишь? А вот что, смотри, какие. Да вообще, да, прям, мне кажется, ты не видишь, где-то властелин колец, это тут вообще... Как же не залипнуть на камышки. Нет, здесь про каждый камышек написано, что что значит. Это прям наташина стихия. Я говорю, нам надо прям подобрать, какой повесить, грудь. Это же всего лишь камень. Вот так. В общем, мы идем в поисках праймерка. Ну, даже зачем тебе туда надо сходить? Ты же хотел, там что-то все будет. Я хотел? Ладно, подожди. Я хотел посмотреть. Просто хотел посмотреть. В общем, мы опять на площадь дам вышли, окольными путями. Так все, на самом деле, близко тут по всем этим каналам. Если ходить, ходить, все в одном месте. Итак, ребят, если будете где-нибудь в Европе или где-нибудь, где есть магазин Праймарк, обязательно сюда идите. Потому что джинсов по 13 евро. Мне кажется, вы не найдете нигде. По качеству они прям не хуже, чем всякие пломбиры, биржики. Футболки за 3, за 4 евро. Футболки. Максимальная цена это 10 евро. Максимальная. Причем нормальная, достаточно нормальное качество, ребят. Это просто жесть. Итак, я тут уже нагребла несколько вот масочек, которые дома буду на Beauty Canal тестировать. А еще вот взяла с Mini Mouse вот такие щипчики для бровей. И, кстати, помадку еще с Mini Mouse. Я знаю, что многих раздражает, когда я показываю шоппинг из других стран. Но некоторые, наоборот, это любят, ребят. Так вот, это для тех, кто это любит. Позже я вам все полноценно и подробно покажу. В общем, ходили-ходили и решили проверить, насколько хороши вам Стардамы Ролла. И сравнить с нашими доставками. В частности, с летучей рыбой. Да. Но тут очень непонятно. Тут дали планшет. Да, приносит планшет. Типа, выбираешь на планшете позиции, которые тебе нужны. Это ладно, это все фигня. Это все фигня. Но ты не знаешь, сколько это будет стоить. Даже когда вот здесь у тебя уже шоппинг-карта, ты кидаешь этот заказ, типа, ты делаешь. Ты все равно не знаешь, сколько это стоит. Все равно. Ты это узнаешь только, когда тебе принесут чек в конце? Да. Вот мы сейчас узнаем. Вот у нас сейчас будет сюрприз. Нажрали ли мы на миллионы или нет? Да. Так, ребят, вот наш заказ. Да, можно только 10 позиций. Что ж, нажимаем. И сюрприз ожидает нас в конце. Как только Наташа нажала кнопку заказа, нам просто сразу принесли два ролла. Вот такие. Да, которые вроде мы заказывали. Но у меня есть вопрос, а почему все сразу на одно не поможет? Но меня скорость удивила, конечно. Ну, они, видимо, не готовы просто жить? Ну, видимо, да. Давай. Ну, давай, делай обзор. Ой, такие мягенькие. Мягенькие. И все? Ну, блин, я звучал. Так нужен отзыв. Только ракет. Лучше, чем в Владимирской доставке? Или не кабуки все равно? Не знаю. Только Наташа прожевала первую роль, но принесли вообще все остальное. Скорость, конечно, у них тут хороша. Они реально где-то в заготовках просто лежат, может, на них долгое время. Но они подкидывают, подкидывают всем. Но первую роль, кстати, мне вообще понравилась. Роллы нам, по-моему, все принесли или еще должны быть? Роллы вроде все. То есть мы, если хотим еще, то нам надо, типа, еще раз щелкать, да? Правильно? Я не знаю. Надо сначала за первый хотя бы расплатиться и счет увидеть. Итак. Итак, ребята, сейчас я правда... Ой, ну, как это сказать? Все тайно станет правдой. Короче, нам принесли счет, и там оказалось 75 евро. Вот. Ну, конечно, жестковато. Ну, дороговато, да. Но роллы были, вот, конечно, такие. Кабуки, сорян, но второе место уже. Ну, представляете, Валера придает кабуки. А дети в голову. Ну, тут цена-качество, как бы. Вот такие огоньки тут. Сейчас, сейчас, сейчас. Наташа, что ты узрела? Что тут такое? Я хочу такой альпо. Так закрыто же. Закрыто. Вот эти кроли. Тут бархат есть, этот заяц. Голубой офигенный. Пока не все тут бархатные. Отметят этот Валер Магаз на карте? Может, мы здесь еще будем проходить? Ну, если мы за Венилу пойдем, потому что мы там сейчас обнаружили Магаз, который надо будет посетить. Это экстраординар гифтс. Мы его найдем так-так. Что там еще? Вон там котик. Там уже не видно. Вопросы про котов. А девять из про котов. Типа, Кэт Гуру. Вот мне нужна такая штука, Кэт Гуру. Мне кажется. Ты и так уже Кэт Гуру. Нет, я не Кэт Гуру. Ну, я хочу такую альпаку. О, я не могу. Она такая крутая. Господи. Наташа просто как вообще истинный фанат. Вот, подожди, я расскажу. Вот у некоторых любимый блогер это я. У некоторых. А что ты мне на ноги показывала? Я отрыхала с ним. А вот у меня любимый блогер Зоу. И, короче, они жили салфи вот в этом отеле. Он называется... Шла специально вычисляла? Да не специально. Мы шли по прямой с Валерой. Шли, 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 шли. А как ты в темноте увидела вот это? Вот, видишь, флажок. Пуль-зиттер, как-то он так называется. Пуль-зиттер какой-то. И вот, это отель, где они жили. Это он. Она даже комнату вычислила. Да не вычислила комнату. Но похоже, похоже. Вон там вот на третьем этаже. Вот там книжечки. А ты уверен, что это еще как к этому отелю относится? Это же вот другой вход. Вот там он. Я не знаю, где вход, но как бы вот это... Это он. Просто истинный фанат. Да. Да. Кафешку нашла. Отель нашла. На самом деле у меня нет такого, что я там с ума схожу. Но это как-то оно так само складывается, что вот мы оказываемся вот так же вот здесь. Все мерзнет, короче. Смотрите, да... Шли около лавки продуктовой, точнее, с овощами, с фруктами. Да. Но просто она открывает. А тут прям лежит морковь. Да, вон. Брокколи. Все, короче, в снегу. Все в ошметках снежных. И все лежит вообще за углом где-то, где даже никто не смотрит. Да. Смотри, какой уютный уголок. Уголок не пахнет таким специям. Прям хорошо. Короче, мы шли до отеля. И оказалось, что около отеля у нас Аполли вообще есть. Наша Владимирская. Знаете, мы такие идем в каком-то цеху. Надо что-нибудь купить, короче, в номер. Такие заходим, думаю, маленькая забегаловка. Тут вообще Big City Lights просто. Очень. Но реально похоже на наш Аполли. Но у нас в целях... У нас вообще сегодня день такой странный. Мы ничего не сняли в программе, потому что там были секс и наркотики. Как бы, да. Но не у нас. Мы только снимаем в одни магазины. Один? Мориконный. И один? Любови. Итак, всем привет от моих пятнышек. Привет моего бледного личика. В общем, сейчас, представляете, время уже начала третьего. Я сижу в номере, потому что у меня заболел животик. А Валера... Ну, еще я монтировала влог, но так я его еще не доделала. А Валера тем временем с утра, с самого утра, часов, наверное, полдвятого он ушел фотографировать виды Амстердама. Вот. Поэтому я его жду. Надеюсь, что он уже вот-вот скоро вернется. Пока делаю макияж. Разложила тут все свои манатки. Да, сейчас буду красить глазницы свои. И когда Валера придет, мы, наверное, уже все, пойдем гулять. Я выпила таблеточки там так далее, чаечка попила. Поэтому буду ждать, когда он придет. И возьмем вас с собой. Ну, вот я уже выгляжу получше. Накрасилась. Валера сказала, что он уже где-то на подходе. Славил где-то Wi-Fi. И сейчас вот-вот, я думаю, уже будет. И все, мы пойдем с ним гулять. Там вроде снега сегодня не идет, но прохладненько, поэтому... Сейчас, где он спит теплее. Кстати, вчера в праймерке купила несколько всяких шмоточек для фотографий. Надеюсь, что все отфоткаем, пока мы в этой поездке. Итак, возвращение блудного Леонидовича. Я прошел только один канал, и все. С 9 утра до 3 дня. Все интересно, там надо все посмотреть. Сюжет подождать. Так что ждем фотографии. Ждем фотографии. Валера скоро будет фото? Как всегда ничего. Он очень редко выкладывает фотографии в Инстаграм, но может быть... Из всех этих максимум 1-2. И все. А мы, смотрите, мы пришли, значит, кушать, потому что я целый день не ела. Валера тоже, что йогурт какой-то выпил. Да мне было лень. Короче, мы пришли, вот, авокадо шоу называется. Смотрите, вот здесь с авокадами все. Все, с авокадами, я сказала. Пойдем, попробуем. Все, мы зашли. Даже не пришлось делать ждать. Вон там огромное лого. Да, представляете, короче, здесь меню? Валера, скажи. Что в меню есть раздел, который для Инстаграма. Да-да-да, там прям значки Инстаграма нарисованы. Короче, вот эта вот часть спешлс. Мужичок сказал, что вот это для Инстаграма. Очень красиво. Не все, только вот где значок Инстаграм, видишь? Да, вот это? Да. Типа это для Инстаграма прям супер, да? Да, чтобы сфоткать. И он так компашу уже все сфоткал только что. Что, выбрала? Да. Ну и на чем остановилась? Я хочу саламанку. А или веган парадайс. Ну и ты что, я теперь должна Инстаграм на ее выбрать, да? Ты книгу будешь покупать, кстати? Что-то у них книга своя есть с своим рецептом. Мы уже не в одной кафешке заметили. Да, мы такое именно заметили, что бывает в заведении, и они продают свою книгу рецептов в предзаведении. Их именно книжка. Первый раз такое реально вижу. Начали приносить блюда. Солидненько смотрится, конечно. Спасибо. Что в Инстаграм-то? Как положено. Да. Где? Опять мукбанг какой-то получается. Вообще красиво все выглядит очень прекрасно. Авокадо в кляре, ну-ка. Авокадо в кляре. Надо ломи его, посмотри, что там. Вау. Как на вкус? Ничего ж на сайте. Случайно наткнулись на магаз с пластинками. Сейчас пойдем полить, что там. Винильчик смотреть. Ну, после авокадо что-то глаза слепаются. Поиски на читы. Может быть, что-нибудь найдем? Может быть. Мне кажется, было бы очень даже нормально хотя бы одну пластинку привезти. Но одну как минимум. Вот она самая ценность поездок-то. В старых шмотках покопаться. Да, я люблю носить шмотки людей, которые уже давно вздохли. Пахнет вот. Бабкой какой-то, да? Смертью прям пахнет. Что за сутенерская шуба? Кажется, вот это мне клеить все будет. Еще яркий шарф какой-нибудь. Как в детстве моем. У меня в детстве было. И все, и можно идти управлять на улице с фонарей. Что у тебя было в детстве? В детстве у меня тигровая шуба была, когда я была маленькой-маленькой. Я была самой модной чикой на районе, мне кажется.